Здравствуйте. Во-первых, благодарю компании «Чилл» за предоставленную возможность рассказать участникам о нашем новом проекте. Меня представил уже Кирилл. Спасибо. Меня зовут Леонид. Я работаю в детклинике, обычным рядовым, рабочим, врачом, терапевтом. И часто сталкиваюсь, особенно в последнее время, с такой проблемой, когда наши пациенты приходят, нам и жалуются. Рассказывает подобные ситуации. Бабушка вечером увидела, что кошке плохо, например. Вызвала врача по объявлению, которое увидела во дворе. Врач приехал, что-то пополдовал, рассказал, как потом оказывается абсолютно ерунду. И в результате кошке стало еще хуже. Бабушка осталась без денег, потому что прием очень дорогой у таких врачей. Ну и оказывается, что ветврачи все такие обманщики, как и этот. Мне очень грустно, когда встречаю подобные ситуации на приеме, пытаюсь что-то объяснить, как-то реабилитироваться. Поэтому я организовал проект «Призванный помочь людям сориентироваться в мире ветеринарии». Наш координационный сервис «Ветзум», как мы его назвали, поможет владельцам животных найти хорошего специалиста, хорошую клинику. В первую очередь, конечно, мы ориентированы на ветврачей, которые могут помочь принять человека с животным в клинике. Или на дому принять, посмотреть, что к чему. Ну или просто проконсультировать по телефону. Немножко сумбурно, но сейчас поподробнее расскажу, нас легко найти в интернете. В принципе, тут пример. Выглядит наш сайт скромно, довольно просто. Поэтому людям будет легко ориентироваться. То есть мы сразу сориентировались на запись срочную. На главной странице мы можем найти врачей, которые с нами сотрудничают уже. Даже можем увидеть ассистентов с их графиками, примерными ценами. Но это не столь важно. Для чего все необходимо? Чтобы людям было понятно, что происходит с животным, как помочь. Ну и в целом сайт организован очень просто для людей. Что здесь удобно для врачей, в первую очередь? Вы можете о себе рассказать пациентам более подробно. То есть уже на первом этапе пациент может узнать, что это о вас. Может увидеть, в какой клинике вы работаете или какие клиники рядом. Пока, к сожалению, не очень много. Но мы очень гордимся, что привлекли эту клинику Бонаменты. Потому что уверены в их качестве. Знаем, какие услуги они оказывают. Своими глазами видели пациентов, которые после их процедур приходили к нам. Пациенты могут прочитать у нас владельцы животных, потенциальные пациенты. Могут прочитать информацию про болезни. Найти аптеку, зоомагазин поблизости. Какую-то информацию. В этом году мы не знаем, что все первые в мире начали выпускать лечебные корма. И только потом перешли к повседневкам. Это наш принцип. Сотрудничайте с профессионалами. Давайте вместе сделаем мир ветеринарии чище. Всем спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, и сейчас я попробую уже перейти на показ. Так, вот так, наверное, да? Все видно? Так, сейчас он пока, видимо, подтормаживает. Сейчас так же пока в рабочем режиме. Так, а если просто на F5 нажать, он должен перейти автоматически. Нажел? На F5. Да, нажал. Так, а почему-то он не хочет. Наверное, перейдет сюда. Вот в этом режиме видно. Я не знаю, как у коллег, у меня почему-то, видимо, такое ощущение, как будто подвисло. Я не вижу курсора. Я пока что вижу только вкладку «История гемодиализа». Ну да, он, видимо, подвис, потому что сейчас он у меня на титульной странице. Угу, так. А если вот сейчас нажать на F5? Вот он. Так, можно? А, да, отлично, да. Перешли? Да. Ну, продолжим. Самое первое упоминание о диализе как о физическом явлении сделал еще Томас Грехом. Это шотландский химик, произошел это еще в 1854 году. Он провел следующий эксперимент. Мочевой пузырь вшил в виде ободка пергаментную бумагу, особым образом обработанную. Налил туда мочи, вот этот мочевой пузырь, мочи, насколько я помню. И опустил в простую воду. И через некоторое время измерил содержание мочевины в простой воде, которая окружала мочевой пузырь. И удостоверилось в том, что произошло проникновение через пергаментную бумагу молекул мочевины. То есть мочевина обнаружилась как в мочевом пузыре, так и в воде, окружающей его. Из этого он сделал вывод, что через вот эту полосочку пергаментной бумаги мочевина дефундирует в раствор, который был совершенно чистый, без мочевины. И тогда он опубликовал свой труд «Астматическая сила», где как раз описал применение этой полупроницаемой мембраны. И впервые выдвинул вот этот термин как диализ. После этого в 1913 году Джон Аббель провел первый экспериментальный диализ на собаках. Он сделал следующее. Тогда уже были известны материалы, которые обладают полупроницаемыми свойствами, в том числе такой материал как целлофан. Он купил на фабрике по производству сосисек большое количество целлофановой трубки. Намотал его на барабан и стал пропускать через него кровь. Через вот эту целлофановую трубку. Сам же барабан был опущен в специальный раствор. И барабан этот вращался. Кровь проходила через эти целлофановые трубки. И на выходе было обнаружено, что уровень уремических токсинов, в том числе тогда узнали в основном о мочевине, резко падала. И таким образом, это было, естественно, апробировано на собаках, был проведен таким образом первый диализ. И тогда же был выдвинут термин «искусственная пучка». Дело в том, что тогда не было чего открыть гепарин. И антисвертывающим компонентом был герудин. Это вещество, которое добывалось из пиявок. То есть можно себе представить, какое количество, тем более именно из голов пиявок, какое количество пиявок ушло на антикоагулянтную терапию для того, чтобы кровь не свернулась. И это было достаточно такое большое препятствие для продвижения этого метода. То есть все только в достаточно ограниченном количестве. Но в 2016 году был открыт гепарин, и была достаточно, открылась, так скажем, более широкая дорога для применения этого метода. И тогда Вильям Кольф создал уже первую, в 1943-м, и, простите, Джордж Касс, на людях применял в 1924 году первый клинический гемодиализ. Было уже именно не на собаках, а на больной суремии. Показало, это воздействие показало, что больной становилось гораздо лучше, и она впоследствии, на самом деле, конечно, умерла, но ей на этих процедурах было, потому что температура все-таки была несовершенная, становилась явно легче. Это говорило о том, что метод все-таки работает, и если его как-то дальше усовершенствовать, то будут достаточно приличные перспективы по его использованию. Первый же аппарат, который нужно было применять уже достаточно широко именно в клиниках, для клинического применения, уже не в экспериментальных каких-то видах, создал Вильям Кольф. Он, в принципе, и считается основоположником или основателем гемодиализа как уже клинической дисциплины. И в 1945 году был уже первый больной, который был спасен благодаря гемодиализу. То есть был проведен уже ряд гемодиализмных процедур, которые полностью излечили больного, была у него устраивая почечная недостаточность. Тогда широко использовались сульфаниламиды достаточно жесткие, и как раз была почечная недостаточность на фоне применения сульфаниламидов, и этот пациент выздоровел. В России же первую искусственную почку появилась в 1957 году. Первый диализ в России произвел в Первой Градской больнице Анатолий Яковлевич Пытай, знаменитый наш уролог и нефролог. И уже в 1962 году им была написана книга по клиническому диализму на основании порядка 30 больных. Он проводил через искусственную почку, и уже вышла первая монография российская. В 1960 году был изобретен первый эффективный надежный диализатор. Если до этого диализаторы представляли из себя достаточно громоздкие образования, технически сложные, то Килл сделал первый диализатор, который можно просто было переносить элементарно в руках, устанавливать в аппаратуру, чем облегчил, конечно, намного в жизни медикам и инженерам, которые обслуживают аппараты. В этом же году был также совершен прорыв в плане гемогеиза, был создан кислоновый артериоренозный щит. Если до этого гемогеиз проводился с помощью стеклянных канюлей, которые, одна канюля, одной стороны канализировалась артерия, вторая вена. И понятно, что это не совсем удобно, может быть, даже совсем неудобно, и также ограничивало применение этого метода. И Бердинг Скрибнер создал тефлоновый артериоренозный шунт, который вшивал с одной стороной к артерии, другой к вене. И таким образом создавался достаточно приличный доступ для гемогеиза, чтобы был приличный и кровяной поток, и не было больших беспокойств для пациента. Потому что пенолизировать стеклянную трубку вену и артерию, вы понимаете, это достаточно негуманно, так скажем. В 1966 году была предложена артериоренозная фистула, то есть уже не тефлоновая трубка, которая связывала вену и артерию, а сосуды, артерия и вена соединялась между собой. В результате достаточно сильного подъема давления в вене вена разбухала, ее мышечная оболочка утолчалась, и под рукой, под кожей, на руке сформировалась артерия венозная фистула. То есть достаточно такое толстое образование, из которой можно производить, из которой можно производить забор достаточно толстых игл, забор крови и делать уже гемодиализ хронический, постоянный, не опасаясь, что с тем же тефлоновым процессом что-то произойдет, потому что он рано или поздно естественно выходит из строя. И в 67-м году был создан капиллярный диализатор. Это диализатор, который мы используем сегодняшний день. Если до этого были так называемые дисковые, пластинчатые, очень громоздкие, то сейчас все это достаточно аккуратно и компактно выглядит. В дальнейшем это все я вам покажу. вот то, о чем мы говорили в первом обопте Томаса Грехана, то есть мочевой пузырь. В нем была вот такая рубашечка, вставочка из пергаментной бумаги и опускалась в жидкость. сам пузырь наполнялся мочой. Вот такой аппарат был у Кольфа в 1943 году. Вот барабан, на который было намотано обертки от сосисок. Вот таким образом выполнялся первый диализ, первый клинический диализ. Вот так выглядел аппарат, когда он еще не назывался гемодиализмом, у Авеля. То есть самые первые опыты, которые были на собаках, были через множество трубок и полупроницаемых через них прокачивалась диализатная жидкость, а через трубки прокачивалась кровь. Вот так выглядит шум скриднера. то есть это рука человека и тефлоновый протез, через который соединял одну магистралью артерию, а другой соединял венозное русло. И вот из более толстых манжетов происходил забор крови. теперь мы рассмотрим историю ветеринарного гемодиализа. Он насчитывает не так много лет, хотя первый диализ был сделан естественно на собаке, но первый клинический диализ, тот диализ, который был предложен в коммерческих целях, был проведен Ларри Корджио в начале 90-х годов. В 1990-м году был проведен первый клинический диализ, то есть не просто эксперимент в клинике в какой-то или в лаборатории, а пришли владельцы, так скажем, с животным обратились и был проведен уже на коммерческой основе диализ. И эта услуга уже вошла в список услуг, которые предлагает клиника. Также одним отцов основателей и столпов ветеринарного гемодиализа является Кэти Лэнгстон. Она тоже одна из первых проводила эти процедуры. проводилась это все в университете Сан-Диего, штат Калифорния. вот здесь также специалист по гемодиализу Силат Сегев, он приезжал к нам несколько лет назад на практик вет и сделал достаточно очень интересные доклады по нефрологиям. Эти товарищи до сих пор практикуют. Практически все издания по гемодиализу принадлежат их перу и достаточно интересно, доходчиво с этим можно в интернете посмотреть. Вот такое сейчас отделение гемодиализу для животных Сан-Диего. Там до сих пор тоже практикуется. Сейчас немножко скучная часть нашего доклада. Это я должен все-таки дать физиологический сделал печатку физиологическим надгонным софизическим и гидродинамическим принципам гемодиализма. К сожалению, без этого не обойтись иначе мы просто не поймем некоторые дальнейшие мои тексты и вообще тяжело будет понять о принципах работы гемодиализа и как это все применимо на практике. Поэтому начнем все-таки на каком принципе основан процесс гемодиализа. И вообще его определение. Что такое гемодиализ? Это процедура очистки крови вне организма с использованием искусственного фильтра, диализатора, через который проходит кровь пациента и освобождается от шлаков, токсинов, а также от избытка жидкости. Гемодиализ, классический гемодиализ, основан на эффекте диффузии, то есть разделения какого-либо сложного раствора, когда через мембрану проходят вещества только с определенной молекулярной массой. Именно поэтому диализная мембрана называется полупроницальной. Растворенные в крови и в диализате вещества диффундируют через диализную мембрану. Причем движущей силой диффузии является разница концентрации вещества в крови и в диализате. Вот здесь есть справа небольшие рисуночки, где можно более наглядно понять как происходит вообще процесс диализа. По одну сторону диализатора у нас располагается кровь больного. Это слева. Справа же находится диализная жидкость. Поры диализатора ограничены в размере и пропускают только растворенное вещество небольшой молекулярной массы. Оставляя при этом в просвете диализатора форменные элементы, белки и высокомолекулярные вещества. Так как концентрация в элементах токсинов как правило мы говорим о мочевине. Почему? Потому что в гемодиализе мочевина является отправной точкой для расчета практически всех параметров. Это и эффективность гемодиализа и расчет его времени и расчет эффективности гемодиализного центрата. Центрата дело не в том, что мы считаем, что мочевина является каким-то основным уремическим токсином. Чуть позже еще об этом поговорим. Просто молекула мочевины она удобна для расчета и ее молекулярная масса приблизительно равна остальной молекулярной массе уремических токсинов, так называемых мелких молекул, которые находятся в крови. И поэтому по ней обычно и производят расчет. Так вот, если концентрация мочевины в крови у нас достаточно высокая, а диализирующие жидкости считайте нулевая, то по градиенту концентрации мочевина и молекулы сродни ее будут выходить все время дефундировать в диализную жидкость. Так как диализирующая жидкость не стоит на месте, а также имеет определенную скорость, к диализной мембране будут подходить все более новые порции диализной жидкости и концентрация мочевины в ней всегда будет равна нулю. Поэтому уровень выхода мочевины всегда будет очень высокий. Так вот, если концентрация какого-либо вещества в крови больше, чем в диализате, то тогда эти вещества будут выходить через полупроницаемую мембрану и стараться уравновесить содержание ее в крови, как в крови, так так и диализате. И наоборот, если концентрация в диализирующей жидкости будет больше, чем в крови, то это вещество будет проходить кровь. На этом основе как раз и коррекция ацидоза, которая возникает при почве недостаточности. То есть из диализной жидкости уже молекулы бикарбоната будут проходить кровь и оказывается таким образом корректирующие действия в момент диализма. Сейчас небольшой ролик, чтобы небольшая анимация будет, чтобы мы поняли на практике, так скажем, как это все проходит. гемодиализм Это пока, естественно, гемодиализм человека. Здесь как раз портативная почка. вот здесь мы видим как раз прохождение молекул улемических токсинов всевозможных через диализную мембрану и все форменные элементы, белки остаются в пределах диализного контура. Кроме диффузии одним из принципов гемодиализма является ультрафильтрация. Ультрафильтрация это движение молекул через искусственную мембрану полупроницаемую под действием трансмембранного давления. Когда происходит сам процесс гемодиализма, сама процедура гемодиализа, мы не только очищаем кровь от гемодиализных акулимических токсинов, но и избавляем или человек, или животное от избытка жидкости. если особенно это касается животного находящегося в состоянии алуреи, когда происходит прекращение образования мочи по тем или иным причинам, происходит скопление жидкости избыточной, и вот тогда включается принцип ультрафильтрации. то есть со стороны крови создается более избыточное давление, чем со стороны мембраны, и жидкая часть крови выходит в контр-диализатор и удаляется. И второй принцип конвекции, третий принцип это конвекция, это удаление низкой и средней молекулярных веществ в объеме ультрафильтруемой водой через полупроницаемую мембрану. Представить конвекцию можно в виде сильного порыва ветра, поднимающего из земли воздух облака пыли, и которая затем проникает во все череду. Мы к этим терминам чуть попозже еще вернемся, и просто, например, это все рассмотрим, чтобы особо не утомлять вас этими физическими определениями. Но без них, к сожалению, когда будем разбирать некоторые конкретные вещи, просто будет непонятно. Теперь мы уже непосредственно подходим к практической части применения гемодиализа. Для того, чтобы аппарат гемодиализа нормально работал, для него нужна вода. Причем не просто вода, а сверх чистая вода. Потому что эта вода пойдет в гемодиализный контур, который будет соприкасаться непосредственно с кровью. И вот эта вода за сейчас гемодиализа примерно 120-150 литров, вы представьте себя, все это будет соприкасаться именно с кровью. И мы не можем пустить просто водопроводную воду, или даже воду через какой-то фильтр, она должна быть ультра чистой. Поэтому кроме самого аппарата гемодиализного, как такая необходимая абсолютно опция, это водоподготовка. Водоподготовка для больших центров гемодиализных выглядит приблизительно так, это огромное достаточно при сооружении из фильтров, которые состоят из следующих компонентов. Это фильтр грубой очистки, где задерживаются нерастворенные мелкие вещества, типа песка, ржавчина, карбонфильтр, который задерживает хлор, тяжелые металлы, большинство, так скажем, примесей вредных углеводы. И следующим этапом это удаление солей жесткости. Производится вот в таких колбах, наполненные ионообменной смолой, где происходит удаление кальция, магния, тех, так можем, солей, которые потом в виде накипи могут мы видим как правило на чайнике. от них полностью освобождается вода. И основной, так скажем, компонент водоочистки является мембрана обратного осмоса. Вот эти колоночки, они являются мембраной обратного осмоса. Это полупроницаемая опять-таки мембрана, которая задерживает от 96 до 99 абсолютно всех примесей, включая бактерии, вирусы. и на выходе уже после обратно осматической мембраны вода считается уже ультрачистой и близкой к дистиллированной. Для, как я говорил, уже крупных центров это выглядит приблизительно так. Существуют индивидуальные системы водопроготовки, то есть для одной и двух почек. На западе сейчас имеется распространение домашней диализ, где компактные искусственные аппараты искусственных почек стоят на дому. И соответственно приблизительно вот такой аппарат размером с посудомоечную машину готовит воду для одной-двух гемодиализных машин. На этом снимке водопродготовка, которая в нашей клейке смонтирована. Сделана она обратно с матической мембраной. вот три раз-два-три эти мембраны и три фильтра. На выходе приблизительно дает около литра в минуту чистой воды для гемодиализа. В принципе сам аппарат не является медицинским, потому что медицинские уже, так скажем, родные стоят где-то порядка 250-300 тысяч. Здесь же мы обошлись в малой крови, но качество воды при этом не теряется. естественно она проверялась и соответствует тем нормативам, которые предписаны для гемодиализа воды. Это таблица характеристики для воды, применяемой для гемодиализа. Если вы посмотрите, достаточно жесткие к ней требования. какие аппараты вообще для гемодиализа присутствуют на рынке и какие используют в эти данные клиники. Это аппарат фирмы Белка итальянская. Мы используем в нашей клинике для гемодиализа. Называется он Формула 2000. Также очень часто в ветеринарной клинике, я имею в виду западной ветеринарной клиники, один из самых распространенных аппаратов, это аппарат фирмы Фрезениус, 2008 аппарат. Я начинал на нем работать. Очень хорошая машина, как Мерседес, немецкая, надежная и работать на ней было одно удовольствие. Также распространен вариант вот с такой машиной фирмы Гамбара. Вот это, конечно, старые модели, но их с успехом используют в ветеринарных клиниках, не гнушаясь, лишь бы было нормальное инженерное обеспечение. Вот сколь я упоминал о аппарате для домашнего гемодиализа. Вот совсем небольшой аппаратик. И вот если вы видите шланг, который идет к водопроготовке, видимо, она там где-то отдельно стоит. и эти аппараты все больше и больше входят в практику, потому что человек, который обречен сидеть на гемогаллизе, это 5 часов в день 3 раза в неделю. Вот вы можете представить, какая нагрузка на человека, насколько он выпадает социально, практически 3 дня в неделю живя в каком-то гемогаллизном центре и управляя на эту процедуру. И один из самых распространенных гемогаллизных аппаратов в Америке, в Соединенных Штатах фирмы Гамбра. Вот они почему-то очень любят и практически все работают именно на аппаратах фирмы Гамбра. Ну аппарат на самом деле тоже очень хороший. вопрос естественного цены. Как вообще устроен гемогаллизный аппарат? По большому счету гемогаллизный аппарат это машина для приготовления диализного концентрата и системы для перекачки и контроля крови за гемогаллизный аппарат, за диализной колонкой, за диализатором. если мы посмотрим уже более подробно, то здесь на эти фотографии основные части управления аппаратом для гемогаллиз, они приблизительно у всех аппаратов идентичны, весь вопрос только в эргономике и в дизайне. это панель управления, экран, где выходят основные параметры работы аппарата, насос, к которому пристатический, в который предпомещается насосный сегмент линий для гемогаллизы и всевозможные датчики контроля. Датчик контроля воздуха, датчик контроля крови магистрали и датчики давления, датчик давления в артериальном контуре и датчик давления в генозном контуре. Также вот система крепления для диализатора. Гепариновый насос, который или болезненно, или по заданным параметрам абсолютно какой нужен оператору задает инфузию в контур гемодиализной гепарином для того, чтобы вся эта кровь не свернулась. Внизу мы видим коннекторы для компонентов. Для создания диализирующей жидкости используются кислотные компоненты и бикарбонатные. Вот они с помощью насосов поступают, подаются в сам аппарат. Там происходит их смешивание с чистой диализной водой, о которой мы говорили. И она уже подается в контур диализатора. Вот эти шланги, которые будут подсоединены потом идеализатором. Значит, еще разочек, чтобы понять, что из себя представляет машина. Состоит из следующих функциональных частей. Это насос для перекачки крови, насос для подачи гепарина, устройство для удаления пузырьков воздуха, датчики артериального и венужного давления и система для приготовления идеализатора. То есть система удаляет воздух, смешивает воду и концентрат, подогревает его до определенной температуры. Плюс еще, если вдруг происходит прорыв мембраны и происходит утечка крови в диализатор, он сигнализирует и останавливает саму процедуру диализа. Значит, по поводу диализатора. Как раз основная, одна из основных функций диализатора это приготовление диализатора, который будет пропущен через диализатор, через гемодиализатор, через колонку гемодиализатора. Значит, как мы говорили, что основная функция диализатора это удалять вредные вещества из крови и сохранять полезное. то есть мы удаляем избыток уремических токсинов, мочевина, креатинин, удаляем избыток фосфора и с другой стороны происходит поступление в кровь бикарбоната, который ощелачивает кровь и борется с одним, так скажем, основным основной проблемы у животных у человека с почечной недостаточностью это метаболический ацидоз. Существует небольшая разница между составом диализатора у человека и у собак и кошек. Как мы видим, сейчас на этой таблице состав диализатора у человека следующий. Это калий 2 мм у собак и кошек нам требуется повышенное содержание калия. То же самое мы можем говорить о магнии. Кальций приблизительно одинаковый. Натрий нам опять-таки нужен чуть больше содержания диализатора. По бикарбонату приблизительно одинаково. В принципе у собак спокойно делается диализ на концентратах, которые приспособлены для человека и, как правило, никаких проблем не возникает. У кошек здесь немного нужно будет все-таки корректировать диализирующую жидкость. принцип работы диализатора кровь поступает как правило коннектор для введения крови располагается сверху, выходит очищенная кровь снизу. Диализирующий же раствор подается противопотоком. То есть кровь и диализат идут разнонаправленно. При этом увеличивается эффективность гемодиализа. Скорость этого потока порядка 300-500 миллилитров в минуту. Средняя температура, которую поддерживает диализетор, составляет приблизительно 37 градусов. чтобы понять, что мы пытаемся удалить из крови, какие уремические токсины, есть определенная табличка, где мы можем посмотреть, какие уремические токсины накапливаются и как эффективнее от них избавиться с помощью гемодиализа. 80% уремических токсинов это низкомолекулярные вещества. К ним относятся такие известные маркеры, как мочеринка и атинин, сюда же входят и фосфаты, которые также выводятся с помощью гемодиализа и достаточно большой спектр еще веществ. Еще раз повторяю, это низкомолекулярные вещества и они быстрее всего диффордируют через мембрану гемодиализа, быстрее всего проходят через нее и как раз от низких молекул происходит наиболее эффективное очистка. Но некоторое время назад проведя несколько экспериментов ученые поняли, что одними низкими молекулами уремические токсины не ограничиваются, потому что была определенная фракция, состоящая из средних и высокомолекулярных веществ, которые также давали картину уремии, но они достаточно плохо проходили через классическую диализную мембрану. И с тех пор на самом деле очень много споров существует или на самом деле это средняя молекула, или это миф, но во всяком случае сейчас идет упор как в самой технике гемодиализма именно на элиминацию не только низкомолекулярных веществ, но и на среднемолекулярных. Полагаю, что именно средние молекулы обеспечивают наиболее тяжелые эффекты от уремии. Почему мы заострили внимание именно на молекулярной массе уремических токсинов? Сейчас это будет более понятно. Дело в том, что здесь мы как раз низкомолекулярные токсины считаются до 500 дольтон, среднемолекулярные более 500 и токсины связанные с белком у них размер достаточно разный. Чтобы успешно бороться с так называемыми средними молекулами, были предложены всевозможные виды высокопроницаемых мембран, которые по идее должны были пропускать не только низкомолекулярные соединения, но и средне-высокое и при этом по идее должно быть и улучшенная выживаемость, улучшение состояния, но к сожалению не было выявлено, что при применении специальных мембран, которые улавливают вот эти средние и крупные молекулы, чтобы было какое-то достоверное увеличение выживаемости на гемодиализе. как правило это все-таки больше имеет место к хроническому чем острому гемодиализу. Чуть позже мы к этому вопросу еще вернемся. Значит, как устройство диализатора, как выглядит вообще диализатор капиллярный, который мы используем. Он состоит из нескольких тысяч тоненьких трубочек вот такого вида, через который проходят форменные элементы и через вот эти отверстия происходит диффузия уже тех уремических токсинов, которые накапливаются в крови. То есть состоит из тысячи полых волокон. Вот эти вот как макаронинки, только маленькие, заполняют все пространство диализатора. Очень важно в гемодиализе такой термин, как клиренс. Это основополагающая формула при расчете эффективности гемодиализа. Клиренс это объем крови или плазмы полностью очищаемый от данного метаболита за единицу времени. Обычно клиренс гемодиализатора измеряется в миллилитрах в минуту. Наиболее популярными тестовыми веществами для определения клиренсов являются мочевина, креатинин, фосфат и B12. Больше всех клиренс, так как молекула мочевина самая маленькая, у нее и будет самый высокий клиренс. То есть быстрота от чистки крови, потом будет идти креатинин, ниже будут фосфаты, потому что фосфаты достаточно плохо элиминируются. Это связано с особенностями их распределения в тканях организма. и витамин B12. Почему именно витамин B12? Не потому что он относится к каким-то токсическим веществам, а потому что молекулярная масса витамина B12 1355 дольтон, то есть относится к средним молекулам. Именно по витамину B12 мы смотрим насколько эффективно мы избавляемся от так называемых средних молекул. клиренс то есть очищение зависит основные его параметры это скорость крови то есть насколько быстро кровоток площадь мембраны чем больше площадь соответственно будет более эффективное очищение хотя этот показатель не является определяющей и время то есть чем больше скорость кровотока больше времени гемодиализа и больше площадь тем будет эффективнее сама процедура проходить вот к примеру технические характеристики одного издания для лизаторов фирмы фрезениус здесь указан клиренс мочевина то есть в минуту будет очищаться полностью от мочевина 170 миллилитров крови или 149 от креатива тут же здесь мы можем увидеть объем заполнения 51 миллилитр и потоки на которых работает дентализатор крови какую скорость насоса крови мы выставляем 50-20 миллилитров в минуту еще одна из характеристик идеализатора это ультрафильтрация как мы говорили ранее кроме удаления уремических токсинов мы удаляем и избыток жидкости происходит это за счет трансмембранного давления разряжения на выходе идеализатора и создание давления на уровне на уровне крови и соответственно жидкость будет через мембрану как просачивать выдавливать ее будет в сторону идеализатора также идеализаторы классифицируются по материалу мембраны она бывает синтетически и целевозная сейчас в основном работают все на синтетических мембранах они менее реактогенные то есть очень часто раньше встречались хотя не сейчас встречаются даже на синтетические встречаются реакции организма в виде анафилоподобных реакций и инженеры ученые постоянно стремятся создать поверхность мембраны которая практически не вызывала никакой обратной реакции со стороны организма по проницаемости существует три вида мембраны это с нормальной проницаемостью так скажем для обычного геномидеализма лавфлакс среднепоточная миду и с высокой проницаемостью называется нехайфлакс подсоединяется это все с помощью так называемого экстракорпорального контура кровопроводящей магистрали они состоят из двух двух компонентов это венужный сегмент который и артериальный который идет до диализатора и соответственно после диализатора какие разновидности гемодиализа есть так скажем стандартный обычный гемодиализ который построен на основной эффект очищения это на эффекте диффузии об этом мы уже говорили когда через полупроницаемый мембран проходит с помощью эффекта диффузии удаляются вредные вещества токсины и происходит ощелачивание крови гемодиализм еще ряд методик гемодиализма которые последнее время достаточно большую популярность приобрели особенно при острой почвенной недостаточности при полиорганной недостаточности когда это люди животные с нестабильной гемодинамикой с очень тяжелыми полиорганными поражениями поражениями не только почек печень сердечно-сосудистой системы когда вмешательство так скажем проведение стандартной процедуры гемодиализа может оказать неблагоприятное воздействие на гемодинамик и тогда включаются так называемые низкомедленные процедуры низкопоточные у которых которые длятся по 12 и более 24 часа когда кровь проходит с очень маленькой скоростью через гемодиализатор и основной и включается не только эффект диффузии но и конвекция и ультрафильтрация то есть соединяется сразу несколько методов очищения крови вот здесь представлено несколько видов аппаратов они конечно намного гораздо дороже чем обычные гемодиализные машины и основное их назначение как я уже сказал это в основном острая ситуация при хронической почве недостаточности при программном диализе эти машины не подходят потому что у них достаточно низкий клиренс низкая скорость очищения по отношению по отношению к основным ремническим токсинам теперь мы закончили не очень достаточно скучную часть по поводу технических характеристик параметров и каких-то принципов на которых основан гемодиализные переходим уже непосредственно к практической части которая основана не только на каких-то моих наблюдениях но информация разумеется так скажем общемирового масштаба хотя бы сказать о некоторых мифах которые очень часто мне приходится развенчивать по отношению гемодиализа у животных основной миф больше конечно касается не врачей а хозяев животных это о том что гемодиализ процедура гемодиализа лечит почки к сожалению аппарат понятно что не может выполнять именно лечебную функцию но имеет заместительную натуру то есть он берет на себя он дает так скажем отсрочку берет на себя функцию почки на определенное время для того чтобы дать почкам устанавливаться речь идет о рабочем почве недостаточности время это разное это может быть 2-3 дня может быть и месяц в основном так скажем общим наблюдениям моим частности это приблизительно около двух недель происходит разрешение процесса после острого поражения почек это может быть как и полное выздоровление так и хронизация процесса вот и очень часто люди хотят сделать одну там две процедуры на этом успокоиться и потом ну конечно пытаешься объяснить что это не лечебная функция а заместительная но к сожалению не все понимают и бывает порой бывает недоразумение особенно что касается если животное с хронической почечной недостаточности когда к сожалению нету какого-то света в конце тоннеля так вот какие же показания гемодиализма у животных ну в первую очередь это естественно острая почечная недостаточность любую этиология любая этиология имеется ввиду как инфекционно так и не инфекционно лептоспироз такие забывания как лептоспироз почечная недостаточность приперк возможно почечная недостаточность обусловленная поражением других органов в том числе тяжелые панкреатиты которые могут повреждаться почечной недостаточностью все они являются показаниями для гемодиализма по поводу хронической почечной недостаточности это разговор такой отдельный и очень сложный на самом деле сложный не в плане даже самой процедуры гемодиализа а сложный с психической наверное и экономической точки зрения владельцы животных не совсем понимая разницу между хронической и острой почечной недостаточностью считают эту процедуру как последним шансом как какой-то панацея которая непременно поможет их животному не предполагая что заместительная терапия работает именно только на время замещения то есть мы сделали гемодиализ после после этого через некоторое время через день два все приходит обратно на круги своя и соответственно нужно опять делать гемодиализ как я уже говорил у человека это три раза в неделю где-то приблизительно по пять часов и счастливчики ждут свою дуношку почку потому что это люди навсегда привязаны к этой машине и никуда уже без нее ждется немало вот и тогда владельцам начинаешь объяснять что происходит так-то и так-то и мы сейчас сделаем понизим так скажем все точные маркеры живут будут определенные улучшения но на этом мы к сожалению долго не продержимся и бывает тоже недопонимание в этом плане на западе некоторые делают некоторые не делают недавно по-моему в сентябре к нам приезжал в зоовете выступал один из гуру нефрологии Джон Эллиот я к нему подходил и спрашивал по поводу как раз хронического диализа на что он не ответил хотя он сам не специалист по гемодиализу но работает напрямую с коллегами которые этим занимаются он говорит что мы не делаем хроникам гемодиализ потому что это неэтично вот и эта процедура выполняется только при острых животных при острых почечной недостаточности вот но бывают бывают исключения например это хроническая почечная недостаточность которая достаточно к которой животное приспособилось к которой приспособилось к высоким показателям почечных маркеров там очень креатинин высокий но при этом достаточно себя прилично чувствует причем длительное время и случаются так называемые уременческие кризы то ли наступила небольшая дегидратация то ли там была рвота или понос не по причине проблем с почкой обезвоживания почки сразу клубочковая фильтрация еще ниже упала и возник так называемый ОПН на ХПН то есть острая почечная недостаточность она ослаивается хронически вот в этих случаях наверное сама процедура оправдана и как правило дает хороший результат это значит что касается хронической почки недостаточности затем это отравление реализированными ядами и медикаментами в том числе я специально указал изнеазит это любимый яд докхантеров он как раз является диализируемым веществом и может выводиться с помощью гемодиализа также выводится с помощью гемодиализа и этиленголиполи на запаре например отравление номер один нефотоксичными никакими соединениями и один так скажем из направлений диализной терапии в Соединенных Штатах является отравление тиленголиполем Затем перегрузка жидкости перегрузка жидкости при которой на которую нет который не отвечает на терапию обычными методами рефракцирован диуретиком тогда эффект ультрафритрации про который мы говорили может нам помочь в этой ситуации то есть мы можем удалить избыток жидкости из организма и причем удалить достаточно быстро и в больших объемах но к сожалению мы не можем удалить ту жидкость которая находится в полостях потому что механизм отеков и скопления этой жидкости он немножко другой и этот механизм к сожалению не работает то есть скопление в плевральной полости осеток перикардиты к сожалению если это конечно только не перикардит вызван времени здесь это к сожалению не поможет и тяжелый метаболический ацидоз не обязательно который вызван почтной недостаточностью а любыми другими причинами также достаточно успешно успешно купируется с помощью гемодиализа есть достаточно большая табличка практически все антибиотики практически все препараты которые мы применяем они могут выводиться с помощью гемодиализа то есть все это видимо будет запись и табличку чтобы на ней все не останавливаться нужно посмотреть потом как вы видите перечень веществ достаточно незначительные по большому счету все вещества токсические вещества которые не связаны с белком это очень важно понять мы в том числе гемодиализа мы убираем только водорастворимые вещества все что связано с белком мы удалить не можем почему и как раз при печеночной недостаточности не эффективен гемодиализа потому что практически все печеночные токсины они связаны с связаны с белком и удалить их можно с помощью или отчасти так скажем с помощью плазмофереза но сейчас существует новая методика так называемая альбуминовый диализ специальная машина для этого они как раз удаляют связанные с белковым компонентом токсические вещества если есть показания то есть и противопоказания хотя считается что противопоказания к диализу все относительные потому что те ситуации при которых есть какие-то противопоказания но они так скажем не абсолютные и если есть какой-то малейший шанс провести гемодиализ если он спасет жизнь даже при в тех моментах когда есть противопоказания его конечно нужно будет проводить или животное просто умрет если ничего не делать а тут хоть какой-то шанс будет ну к ним естественно относится гональное состояние заболевание сердца в стадии декомпенсации анемии кровотечения отсутствие адекватного сосудистого доступа и психоэмоциональное состояние собаки то есть когда животное абсолютно неуравновешенное даже в тяжелом состоянии невозможно ему провести нормально адекватно гемодиализ если только 5 часов не держать навалившись но опять-таки повторяю что эти противопоказания являются относительными ну уже практически совсем перешли к непосредственно гемодиализу и первым с чем мы столкнемся проводя гемодиализ это сосудистый доступ вообще основа основа нормального проведения гемодиализа это нормальный сосудистый доступ с хорошим кровотоком то есть если мы создадим эти условия то тогда практически любой гемодиализ у любого животного должен пройти во-первых штат во-вторых с должной эффективностью мы используем правую веренную вену реже бедренную вену значит исполнение достаточно классическое это после генгера катетеризируется вена ближе к входу в грудную клетку вот и обязательным условием является нахождение кончика катетера в правой половине дело дело в том что если мы просто поставим катетер вену его так скажем технические характеристики таковы что он не сможет одновременно и отдавать и забирать кровь сейчас чуть ниже я поясню здесь просто показана методика одну секундочку катетеризация простите что без перчаток снимки делались давно вот поэтому выделяется вена деревня пунктируется иглой вводится струна проводник по струне проводника уже вводится непосредственно катетер ушивается естественно сначала проверяется и заполняется гепарин катетер значит по поводу венозных катетеров которые необходимы для гемодиализа как правило это двухпросветные гемодиализные катетеры которые имеют порты входа и выхода на одном и том же кончике то есть приблизительно как показано на рисунке то есть чуть ниже коннектор забирает кровь чуть выше ее уже отдает красные присоединяются к артериальному компоненту магистрали а это считается как бы венозным то есть отсюда идет забор синий идет синий идет отток вот здесь на рисунках видно как это наочию происходит у собаки и у кошки так на снимке должно приблизительно выглядеть положение катетера то есть он практически в правом претенде почему необходимо именно чтобы кончик был нижней половины очень часто у нас диаметр катетера приблизительно равен диаметру самой еремной вены особенно что касается у мягких животных и когда мы ставим катетер мы раздражаем интиму сосуду и она рефлекторно просто сжимается схлопывается и постоянно нахождение катетера в сосуде постоянно раздражает вызывает определенное воспаление вокруг катетера отек утолщение и катетер получается что зажат у вене и естественно приток сверху да если мы ставим правую еремную вену крови отток он уже невозможен и кровь мы забираем из той части кровеносной системы где она по определению не может схлопнуть с этого травка сердца и нижней половине хотя тромбозы тромбозы и нижней половине они также возможны вот это конкретно чем мы пользуемся двухпроцветный катетер к сожалению как раз говоря про катетеры это самое узкое место для процедуры гемодиализа несмотря на то что эти катетеры делаются из нереоктогенного материала делаются как правило из полиуретана на сегодняшний день это является сейчас самым инертным материалом для крови все равно происходят происходят тромбозы рано или поздно происходит тромбозы этих катетеров и бывали случаи когда ставишь катетер и он буквально на следующий день даже была проведена гипернизация все и все равно пытаешься делать процедуру гемодиализа кровь не идет причем эти катетеры недешевые а реканализировать эти катетеры практически невозможно то есть прочистить там как-то уже вызывает достаточно затруднение вот и поэтому порой приходится переставлять и просто выкировать катетеры которые стоят 20-30 евро вот по идее эти катетеры должны стоять не меняя до 4 недель но честно говоря я ни разу не встречал чтобы такой длительностью катетер стоял и не затрамбировался в лучшем случае если неделю простоит это уже будет достижение обязательно в междиализмный период мы заполняем катетер гепарином кошкам от 500 до 1000 единиц и собакам от 1000 до 5000 единиц и надо помнить что приблизительно 20% гепарина все равно диффундирует из катетера и поэтому есть возможность кровообразования вместо входа катетера лучше смазывать мази на основе сульфодиазина серебра и шею животного закрывается липким бинтом или специальной защитной манжетой особенности выполнения гемодиализма у животных по поводу мифа номер 2 по гемодиализму что гемодиализм нельзя делать мелким животным потому что машина для гемодиализма гемодиализма аппарата не приспособлена для этого в чем здесь миф дело в том что в гемодиализму машину саму как по себе кровь не поступает весь контур весь контур где находится кровь находится вне машины и вот сколько мы заберем крови это все зависит от объема заполнения диализатора и магистрали то есть из этих пластиковых трубочек пластиковых диализаторов вот в чем в принципе весь момент работа с мелкими животными если есть расходный материал который позволяет заполнить контур совсем немного то любая машина она примет так скажем любой размер и любой объем живот поэтому абсолютно не в машине дело дело именно в экстракорпоральном контуре который просто присоединяется к машине вот если брать самых маленьких животных кошек в Америке гемодиализ выполняется животным начиная от двух с половиной килограмм мы к сожалению не рискуем проводить подобный диализ и самое маленькое животное которое у меня было в практике оно весило порядка 20 килограмм это был пекинез ниже мы просто не рисковали потому что во-первых было отсутствие диализаторов тех которые можно было использовать и они только что недавно появились мы их закупили диализаторы фирмы Фризениус которые объемы заполнения всего 18 миллилитров вот и в принципе если появится такая возможность будем пробовать на животных с более мелкой массой и те животные у которых объем крови поступающих в контр более 20% от общециркулирующей крови его заполняют 3% раствором гидроксетилидом крахманов в продаже они в основном идут 6% мы их разбавляем один к одному получаем 3% они позволяют не ронять давление у животных являются так называемыми плазмоэкспандерами и позволяют поддерживать давление у животных несколько гипотагеи был еще тоже так же миф номер 3 который я много раз слышал что у животных просто заполняют контур недостающий крови и поэтому как бы ничего не меняется то есть давление мы поставляем крови столько же сколько и забираем но это категорически делать нельзя донорская кровь для заполнения капорального контура не используется по одной причине которой я думаю что всем понятно что скорость работы гемодиализа то есть скорость подачи крови достаточно высокая это скорость и 100 и 200 миллилитров в минуту то понятно что будут возникать естественно серьезные пробочные пробочные случаи при очень быстром выливании крови можно использовать оксигемоглобин который достаточно широко используется на западе в качестве кровезаменителя который переносит кислород но у нас его свободной продаже я к сожалению не видел так это как раз уже наше так скажем творчество это бигль который съел бабушкину реладором пачку и впал в небытие и вот пришлось ему делать два сенца гемодиализа и животинку откачали здесь мы видим вот уже заканчивается гемодиализа идет вытеснение крови небольшой ролик значит скорость и продолжительность проведения диализа сеанс длится в зависимости от того первый это диализ или последующий дело в том что первые диализы всегда делаются короткими где-то порядка двух часов на низкой скоростях почему потому что есть опасность возникновления осложнения очень серьезного сопровождающегося отеком мозга так называемым дезеквилибриевым синдромом об осложнениях мы поговорим чуть позже но факт тот что первый сеанс гемодиализа делается от одного до двух часов это делается для того чтобы скорость выведения веществ была достаточно астматически активных веществ достаточно медленно в последующем мы прибавляем второй сеанс как правило это три часа и последующие у собак это пять часов у кошек это четыре часа если состояние стабильно животного стабильное то галис выполняется три раза в неделю если же состояние тяжелое если животное место со стабильной гемодинамикой с полиорганной недостаточностью гемодиалис может проводиться более длительное время так называемый низкоэффективный низкопоточный диалис когда воздействие на гемодинамику минимальное на малых скоростях и это длится более пяти часов где-то часов 8-12 и диалис может выполняться вообще ежедневно до стабилизации состояния нельзя не учитывать еще такой момент что возникает так называемый эффект отскока при гемодиазе то есть мы выполнили например процедуру убрали определенное количество уренических токсинов мочевина из крови но дело в том что из крови мы удаляем это все быстро а в тканях все это еще остается в достаточно приличных размерах и за это время не успевает равномерно дефундировать остатки в кровь и возникает опять-таки по градиенту концентрации отход уремических токсинов обратно обратно в кровь из органов и тканей и если мы сделаем первый гемодиализ и потом минут через 40-50 еще раз возьмем крови мы посмотрим как резко начнется повышаться уровень мучения и вот для того чтобы сгладить вот эти скачки они уже не так проявляются где-то приблизительно к третьему четвертой процедуре уже происходит приблизительно выравнивание хотя все равно этот эффект отскока он находится имеет место при каждой процедуре гемодиализов просто потом после первых диализов это выражено наиболее наиболее сильно и также мы можем проводить ультрафильтрацию то есть удалять накопившуюся жидкость излишнюю приблизительно 20 мл на килограмм в час мы без опасения можем удалять жидкость во время гемодиализа мы проводим обычную гипернизацию онлайн она может быть как болезненная так и постоянная машину можно запрограммировать и проводить это таким образом или болезненно или онлайн вот если в цифровом выражении этого приблизительно вот такие цифры в начале мы вводим 25-50 единиц на килограмм гепарина собакам 15-20 за 10 минут до начала гемодиализа и потом идет постоянная инфузия 500-100 единиц в час у собак и 25-50 единиц у кошек и надо стремиться контролировать свертывать крови чтобы не было меньше 180 секунд образования сгустки какие же результаты применения процедуры гемодиализа здесь я представил собственное наблюдение они приблизительно коррелируют с теми же результатами что дается дают специалисты из других стран там плюс-минус где-то процентов 10 мы берем животных при если при пероплазмозе или таспирозе у которых креатиниен был выше 800 выжило приблизительно 80% у всех этих животных отток мочи не прекращался при отравлении в том числе этиленгликолем выживаемость составляла приблизительно 50% при при именно различные теологии выживаемость порядка 70% опять-таки это без аннурии с аннурии все гораздо хуже даже несмотря на гемидиализ выживаемость очень низкая выжило где-то порядка 10% животных и по поводу хронической почечной недостаточности к сожалению выживаемость нулевая то есть все кто приходил к нам с хронической почечной недостаточности все они после процедуры гемодиализа приходят они обычно когда состояние уремии когда уже идет полноценная полиорганная недостаточность не выжил никто эффективность диализа рассчитывается по следующей дозе в гуманной медицине используется формула так называемая КТ-НОВ где К это клиренс диализатора это время АВ это масса человека пол его в ветеринарной же практике чуть-чуть все это попроще и высчитывается последующая формула единица минус уровень мочевины после гемодиализа длина на мочевину до гемодиализа гемодиализа если это где-то около единицы это очень хороший результат первые диализа как мы говорили быстро нежелательно делать и поэтому доза ОРР 0,3-0,6 рекомендуют во всяком случае западные коллеги рекомендую гемодиализа назначать при концентрации креатинина 700-800 но мы обычно все-таки рекомендуем это делать чуть пораньше где-то концентрация с 600 почему потому что как правило клинические яркие клинические проявления особенно собак они происходят где-то в районе креатинина когда переваливает за 500 то есть начинает отсутствовать аппетит появляются какие-то вторичные проявления почечной недостаточности и поэтому мы берем животных у которых креатинин больше 600 всех всех остальных на терапевтическое лечение осложнение гемодиализа гемодиализа достаточно процедура гемодиализа так скажем кишит всевозможными осложнениями и хотя бы если выполнять все технически грамотно то осложнения не так широко будут распространены основное самое опасное это так называемый гемодиализа дезакюрибриум синдром и синдром нарушенного равновесия он возникает если делать быстро первый гемодиализ так как как мы говорили у животного до гемодиализа концентрация мочевины в крови и в тканях одинаковая когда мы с помощью гемодиализа резко снижаем уровень мочевины в крови то происходит обратный отток жидкости из крови в ткани и возникает просто-напросто происходит оттек мозга очень часто это осложнение является смертельным и лучшего профилактика это умеренное небыстрое снижение особенно у кого очень большие концентрации снижение уровня мочевины то есть это короткий гемодиализ и на низких скоростях с последующим повышением дозы гемодиализа гипотомия как правило наиболее распространенное и часто встречающееся осложнение как правило оно не вызывает каких-то серьезных серьезных проблем больше конечно будет эта склонность у животных мелких у которых будет производиться достаточно большой забор крови вот ну и по поводу профилактики мы уже указывали заполнение крови инцеллированными крахмалами заполнение контура крови чтобы не вызывать перепадов сильных перепадов давления гемолиз небольшой процент гемолиза возникает практически всегда во время процедуры потому что роликовый наршот когда работает он потихонечку раздавливает некоторое количество эритроцитов но наиболее опасность гемолиза это когда возникает очень высокое раздвижение в артериальном секторе проводящем магистрали эритроциты абсолютно не переносит вакуум и когда в магистрали практически создается вакуум эритроциты если давление менее 300 мм отрицательного крупного столба эритроциты просто разрываются вот значит следующее это анемия после гемодиализа в контуре всегда остается небольшое количество крови если для крупных животных это не так фатально то для мелких порой это достаточно чувствительная проблема то есть 10-15-20 миллилитров в контуре остается по-любому после проведения гемодиализа это на стенках на трубочках гемодиализатора на волокнах бороться с этим мы вытесняем кровь не воздуха на жидкости чтобы так сказать отмыть гемодиализатор от крови и вернуть все обратно кровотечение возникает редко в основном если животное задело катектор выдернуло его тогда могут быть проблемы воздушная эмболия как правило не бывает это уже грубое нарушение причем обычный аппарат не дает развиться этому серьезному осложнению прерывает процедуру выключает и пока воздух в системе невозможно включить и как я уже говорил часто дисфункция катетера стеноз или тромбоз полуэвены рекомендуют при возникновении тромбозов или растворять с помощью урокиназа эти тромбы или доставать с помощью тромбоэкстракторов но у нас слава богу такой ситуации не было поэтому как бы опыта тоже нет но принципиально такое осложнение оно существует одно из серьезных осложнений это тромбоз контур когда вы закачали кровь в контуры идет гемодиализ и вдруг у вас или из-за того что повышенная система свертываемости крови или низкие очень скорости контур просто сворачивается и весь объем этот крови который у вас находился в кровопроводящих магистрали геализаторе просто встает и все и вы его никро не денете углить его невозможно потому что она свернулась и животное у вас особенно если оно вдруг мелкое оно считайте осталось у вас без 20% крови то есть такое серьезное осложнение но инфекция катетера бывает во всяком случае у нас я не наблюдал каких-то серьезных если ухаживать за катетером хотя конечно принципиально инфекция возможно но если за ним ухаживать хорошо то как правило не возникает проблем какие-то маленькие хитрости если кто-то задумает провести приобрести аппаратуру подобную и будет проводить сеансы гемодиализа животное лежит как правило несколько часов где-то порядка пяти часов и естественно нужно чтобы он лежал на какой-то мягкой толстой и теплой поверхности это шьем специальный матрас заключаем его в непромокаемый чехол и для того чтобы животное достаточно себя нормально чувствовало но при этом было зафиксировано прикручивается вот такие вот ушки животное лучше одеть в шлейку даже не лучше обязательно одеть в шлейку и потом за кольцо от шлейки с помощью привязи зафиксировать животное оно если захочет может приподниматься как-то немного менять тело в пространстве но при этом не будет не сможет соскочить со стола как у них это все обустроено конечно продвинулись они достаточно далеко в этом плане здесь на этом слайде вы видите гемодиализ который проводится в США аппараты у них как правило они любят фирмы Гамбра и Нова но есть вот и старый аппарат достаточно сейчас на данный момент в США порядка 15 центров гемодиализ животных причем это не один аппарат достаточно большое количество в Италии два центра здесь мы видим как раз идет процедура одновременно и гемосорбция и это у нас плазмафильтр и плазмафереза через специальную колонку это Великобритания у них всего один как не парадоксально у них во всяком случае насколько я знаю у них всего лишь один центр находится в Королевском колледже где гемодиализ наибольшее в частных руках я во всяком случае такую информацию хотя я искал не нашел что интересно в Бразилии 8 клиник предлагающих гемодиализ вот скромненько и со вкусом так скажем есть такой там подвижник Марсю Бернштейн который тоже в середине 90-х открыл первый гемодиализм центра в Рио-де-Жанейро и потом начал это дело распространять в такой маниакальной какой-то особенности не знаю насколько нужно в Бразилии научный клиник по гемодиализму видимо если есть спрос причем как вы видите аппаратура достаточно старенькая хотя есть и новая так ну в принципе и все наверное если есть какие-то вопросы посмотреть это